В предыдущие дни и сегодня я слышал много голосов и мнений по поводу того, нужно ли поддерживать Алексея Навального и нужны ли акции «Он нам не царь». Вы знаете, что я неоднократно критиковал Алексея Навального и до сих пор считаю его не самым лучшим политиком для свободной России, если такая вообще когда-нибудь в истории будет существовать. На данном этапе я воспринимаю Алексея Навального как хорошего, продуктивного и известного блогера, который делает интересные блоги на тему о коррупции. Но в качестве некого оппозиционного лидера, либо будущего президента России, либо еще как-то я Алексея Навального совершенно не вижу. Но, несмотря на всю мою критику, я считаю, что подобные акции нужно поддерживать под каким бы лозунгом они не проходили. И кто бы, собственно говоря, не призывал людей выйти, если эти лозунги не тупая типа монстрация, как это было накануне 1 мая, а если это конкретные митинги и акции, имеющие политические требования, то есть лично для меня любая демонстрация – это форма протеста, а протест может быть только серьезным. Конечно, с удочками, кроссовками на шее – это все интересно, но это, господа, не серьезно. Акции имеют только тогда некий вес, когда внутри них появляются требования, появляется сплоченность, солидарность и желание людей идти до конца. К сожалению, нынешние митинги в Москве и в том числе акции Алексея Навального, никто серьезно к ним не относится, потому что они не имеют конкретных целей. Цель выйти и заявить «ты нам не царь» – это, ну, в лучшем случае, желание немножко расшевелить людей. Но по большому счету из подобных акций не может вырасти ни Майдан, ни революция, как мы сейчас наблюдаем в Армении, потому что все это несерьезно. Нет какого-то определенного плана действия, призыва к чему-то конкретному. То, к чему призывает Алексей Навальный, это как бы выйти и потусоваться. Может быть, поэтому на эти акции откликаются только молодые или в большинстве молодые, кому, ну, хочется в чем-то поучаствовать. Было бы идеально, если бы оппозиция объединилась, если бы был какой-то конкретный комитет и были бы конкретные требования. Обратите внимание, в Армении были конкретные требования с самого начала. Господин Саркисьян, вы не можете оставаться дальше на этом посту. Мы хотим своего человека видеть в кресле премьер-министра. Вот две конкретные озвученные цели. И люди стоят до тех пор, пока их, вот эти конкретные цели не будут исполнить. А если кто-то выходит за Алексеем Навальным, ну, хорошо, вышли. Что дальше? Вышли и сказали, ты нам не царь, но уже 250 раз это сказали. Но дальше все не организованы. Я считаю, что большое упущение Алексея Навального, что он вот ведет себя как блогер. Он ходит вокруг и около. Он конкретно ничего не говорит. Он просто демонстрирует все время одну и ту же картинку. Он выходит, к чему-то призывает, его задерживают. Вау, вау, через несколько дней он снова выходит. Это, понимаете, такие комариные укусы для слона, я бы так сказать. Конечно, это неприятно, что акция происходит накануне инаугурации. Путин, конечно, об этом знает. Но это до такой степени заматерелые, наглые люди, что они понимают, что до тех пор, пока вы не будете с ними реально бороться, им все равно. Это не Саркисиана, не маленькая Армения, где все друг друга знают и где менты не хотят скручивать своих родственников и соседей и близких. Здесь они не просто могут, они к этому абсолютно готовы. И поэтому я думаю, что если когда-то можно будет ожидать серьезных результатов от подобных митингов и акций, только когда будут сформулированы цели и будет поставлена задача стоять до конца, пока конкретная цель не будет достигнута. Так же, как это было на Майдане и в других местах. Поставили конкретную цель, требуем ее исполнения. И тогда, поверьте, к этим детям и к этим студентам присоединятся их матери, их отцы, их дяди, их тети. И тогда и старшее поколение встанет рядом, причем с молодым поколением. Итак, единственная критика в адрес Алексея Навального и его нынешней акции в том, что пора заканчивать с лозунгами, пора заканчивать с уточками, необходимо ставить конкретные задачи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова